О развитии торговли на Кубани мы говорим с заместителем руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Александром Кузнецовым. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в процентном соотношении насколько широко представлена кубанская продукция в торговых сетях по сравнению с импортной? Вот с импортной я вам не назову цифры, потому что меняется очень сильно импорт. То есть, опять же, сетевые компании стараются замещать. Если они видят какие-то там сбои, скажем так, в поставках местной продукции, они сразу же замещают, потому что их цель, чтобы на полке был продукт. Для них, это откровенно признать, для них по большому счету нет разницы, где там произведен картофель, морковь или огурец. Главное, чтобы он был на полках всегда и покупатель мог купить. Потому что если покупатель придет в магазин и не найдет нужный ему товар, может быть, он в следующий раз в этот магазин не придет, он пойдет к другому продавцу. Поэтому они вынуждены вот в этих таких достаточно жестких рыночных условиях покупать и в том числе импортный товар. Если говорить о нашем кубанском товаре, с уверенностью могу сказать, он достаточно хорошо представлен на полках. Мы проводили анализ, мы его постоянно проводим на самом деле. Это проходит в крупных торговых сетях. И могу сказать, что у нас на сегодняшний день хлебобулочная продукция, это порядка 80% в крупных сетевых магазинах. Около 70% молочная продукция представлена. И около 50% это напитки, это кондитерские изделия. И вот эти, скажем так, основная часть продуктов кубанских, которые на полках сетевых магазинов, в более мелких сетевых компаниях, скажем так, местных, там значительно выше процент кубанских производителей. Где-то он даже доходит до 100%, где-то 90%, где-то 80%. Кроме этого, мы знаем о том, что сетевые крупные компании на самом деле тоже любят кубанский продукт вывозить из-за предела региона. То есть достаточно большая часть товара продается в других субъектах. И поверьте, эти субъекты даже далеко за ближайшей, скажем так, чертой. Поэтому, что касается товаров кубанских производителей, он на сегодняшний день представлен в хорошем количестве на полках. Но, конечно, нам бы хотелось всегда, чтобы он был представлен гораздо больше. Поэтому одно из направлений, которое мы сейчас ведем, это конкурс «Сделан на Кубани». Буквально, если в двух словах скажу, то есть это, скажем так, к рамках поддержки краскубанского производителя. Подается определенный пакет документов на участие в конкурсе. Дальше экспертное сообщество, которое мы привлекаем к этой работе, проводит анализ, оценку. Если продукт действительно качественный, если продукт действительно знаковый, он является победителем. И далее у нас есть определенная программа поддержки и продвижения этого продукта и на территории края, и на территории Рейской Федерации. И сейчас, в ближайшем будущем, мы более активно начнем работать даже по зарубежному направлению. У нас на сегодняшний день достаточно большое количество уже производителей является победителями, и товар у них является победителем. Мы достаточно активно уже в прошлом году начали, скажем так, пиар, рекламу, скажем так, этих товаров, продуктов. И в ближайшем будущем, я думаю, это будет только значительно увеличиваться, да, и производители это увидят. Поэтому мы, с своей стороны, прилагаем все усилия, чтобы кубанских товаропроизводителей было больше на полках. А какие привилегии им положены? Производители со знаком «Сделано на Кубани». Меры господдержки какие именно? Основная привилегия и поддержка, о которой я говорю, это все-таки, скажем так, пиар их продукта, качественного, хорошего, да, на крупных масштабных выставках, мероприятиях, которые будут проходить в стране и за рубежом. Но кроме этого, мы некоторые финансовые инструменты для поддержки тоже проработали, предусмотрели. Было поручение губернатора края в этой части. И те финансовые компании, те финансовые инструменты, которые сегодня есть в виде господдержки в крае, у них у всех есть некие приоритетные направления ставки, по которым этим производителям оказывается государственная поддержка. Ну, в частности, для них самая льготная кредитная ставка, по которой нигде они такой кредит не возьмут. Для них определенный приоритет в рассмотрении заявки. Им также, ну, различная там финансовая помощь, если им нужна будет, скажем так, какая-то гарантия перед другим банком или перед другим финансовым учреждением, то есть тоже наши учреждения финансовые как бы могут оказать эту поддержку. И кроме этого, мы договорились с сетевыми компаниями на территории Краснодарского края эти продукты выделяются на полках. То есть прямо, да, продукты сделаны на Кубани. Но правда не так много. Знаю, действительно, потому что мы пытаемся эту работу с сетями в постоянном режиме как бы наладить, но где-то иногда возникают сбои, потому что, ну, количество магазинов очень большое и нужно до каждого директора магазина, до каждого специалиста объяснить, что это конкурс и по нему только отдельные товары являются победителями. Для некоторых это является новостью, когда даже сам сталкиваюсь, как бы вижу, что товар у нас не является победителем, у него есть этот значок, а разговаривают там с директором или с специалистом в магазине, они думают, что это вообще любой продукт, который произведен на Кубани, должен вот выделяться таким знаком. То есть просто-напросто где-то вот у них просветительская работа в самом сетевой компании немножко вот хромает. Ну да, это упущение, конечно. Конечно. Немножко возвращаясь к самому конкурсу, сделанному на Кубани, вы сказали, оценивает экспертное сообщество. Скажите, а кто входит в это экспертное сообщество? И насколько вообще тщательно проверяется та или иная продукция? То есть это прям серьезно, лаборатории, да, там как? Ну, я бы не хотел тут много говорить, потому что это, скажем, направление коллеги, но буквально вот несколько слов могу остановиться. Экспертное сообщество – это кто? Это специалисты, которые разбираются, скажем так, в этом направлении. Это специалисты Роспотребнадзора, это специалисты институтов, которые так или иначе связаны по жизни с этим направлениями, могут определить. Поэтому там достаточно большой спектр, мы постарались туда включить всех возможных экспертов, которые могут принять правильное решение. И на наш взгляд, вот уже третий год конкурсу, сейчас, с прошлого года, это вот продолжение как бы вашего вопроса, у нас начались проводиться лабораторные исследования. И если я не ошибаюсь, там буквально один или два случая, когда были зафиксированы, когда немножко не соответствовала продукция заявленным требованиям. Вот. А это, значит, на сегодняшний день уже там порядка, там, по-моему, трех сотен продуктов. Мы считаем, что это очень хороший показатель, потому что это не десятки, да, как бы это буквально единицы. Причем мы потом проводим работу с производителем, мы пытаемся выяснить, где на каком этапе, может быть, произошел какой-то сбой. И порой это не всегда даже, там, может быть, от производителя зависит, потому что есть еще этап транспортировки, есть уже этап как бы хранения, да, в самом магазине. Вот. Поэтому пока вот экспертное сообщество, которое у нас привлекается к этой работе, можно сказать, там нас не подводит, скажем так, с победителями конкурса. Ну вот, кстати, небольшая зарисовочка. Как ты хотела найти краснодарский горошек, по консервации которого мы там в лидерах уже который год, да, не нашла? Есть все, что угодно, чей угодно, вот краснодарского нет. Ну, магазин у дома есть, точно. У крупного сетевого ритейлера есть, нахожу, когда самому нужно, нахожу. Хорошо, поищу. И еще немножечко о рынках. То есть, ну, мы же не можем говорить о том, что они умирают, вот формат рынка умирает, нет? Нет, точно. Не вытесняют его именно сетевые вот эти богатые? Да, вытесняют, конечно, опять же, вытесняют, конечно, потому что это такая конкурентная среда и большое количество продуктов на сегодняшний день можно купить, буквально, говорю, как бы, да, не уходя далеко от дома. Можно, но дело в том, что не хочется. Вот если объективно, да, то лучше все-таки, конечно, поехать на рынок и закупиться там. Ну, тут еще проблема в том, удаленность от дома. Он далеко находится, то есть это нужно выделять специальный день, да, выходной, там, приезжать туда. Там проблема с парковками, естественно, как там. Ну, вы правильно абсолютно говорите насчет парковки. Я, когда в первую очередь приезжаю на рынок, я всегда встречаюсь с руководителем, я пытаюсь, значит, посмотреть место, где люди оставляют транспорт, как это организовано. И не всегда нахожу понимание, это на самом деле вот у собственников рыночных площадок, для них порой бывает этот момент, как бы, ну, упускается во внимание, да, это очень важно. Вот для меня там, как для потребителя, мне, это первый мой элемент комфорта, комфорта, когда я могу спокойно подъехать, оставить свой автомобиль недалеко от рынка, спокойно, зная, что он здесь в безопасности, да, ему не забьют никакой эвакуатор. Это место спокойно, значит, дальше пойти приобрести что-то и, собственно говоря, вернуться, загрузить автомобиль и уехать. Конечно, на сегодняшний день они не испытывают эту жесткую конкуренцию, но есть определенные виды товара, которые можно купить качественные только на рынке, на мой взгляд. Во-первых, там постоянно, ежедневно проводится экспертиза. Практически на всех рынках находится в этой лаборатории. Ни в одном объекте торговли, ведь такого нет. То есть, значит, а здесь действительно ежедневно следят за качеством. Мясную продукцию, рыбную продукцию, в том числе и молочную продукцию где-то, плодовощную продукцию. Вот на эти группы товаров я бы на сегодняшний день делал упор. С этой группой товаров рынок может конкурировать с кем угодно. Я думаю, здесь конкуренцию выиграет. Конечно, есть еще и непродовольственная группа товаров. Это вещи на сегодняшний день очень много. Большая территория рынка. Как правило, одна и непродовольственная группа товаров. И это, скажем так, недорогие вещи, недорогая обувь. Это тоже, наверное, должно быть. От этого никуда не деться. Наверняка есть потребность и вот в этой вещевой группе. Но все-таки преобладать на рынке должна вот эта свежевыращенная, качественная пищевая продукция. На наш взгляд. Территории рынка, они все находятся на исторических местах. Там уже много-много лет они находятся. Поэтому я думаю, что в маленьких населенных пунктах, тем более, что в крупных, наверное, особых проблем нет. Ты можешь, наверное, и на общественном транспорте доехать, и на своем транспорте подъехать. Единственное, мы сейчас ведем работу, повторюсь, с руководителями рынков, ярмарок на том, чтобы они все элементы благоустройства и комфорта постоянно над ними работали. Приводили их в качественное, должное составляющее. Потому что без этого увеличить покупательскую способность, привлечь к себе покупателя, будет очень сложно. Территории у рынков очень большие, и об этом тоже нужно задумываться. То есть какую-то часть территории рынка, наверное, надо перепрофилировать, сделать что-то другое. Может быть, даже просто какую-то комфортную зону отдыха. Об этом мы тоже говорим с представителями рынка фермы. Потому что чаще всего рынки расположены в центральной части, на самом деле, в населенных пунктах. Зачастую это уже частная земля. К сожалению, очень большие сложности у них возникают, потому что там бывает очень много собственников, земельных участков, объектов. На одном рынке несколько. На одном рынке, да. На одном рынке очень большое количество. Где-то это доходит до десятков и даже до сотен. С каждым нужно договариваться. С каждым нужно договариваться. Это определенные сложности. Но так как это уже сложилось, исторически этим никуда не денешься. То есть нужно создавать, наверное, общими усилиями какую-то управляющую компанию, всем собственникам. И делать всеобщими усилиями, силами этой управляющей компании комфортную зону для покупателей. Иначе, как вы говорите, любой торговый объект, в том числе и рынок, и ярмарка, будет обречен на вымирание. Слово, которое вы сказали. Я, конечно, не очень хотел его произносить. Но это, скажем так, в экономическом смысле. Потому что просто экономика в какой-то момент достигнет предела и уже уйдет в минус. Тогда ни один торговый объект не выживет. Просто невозможно. Ну вот вы говорите, вы убеждаете, обязываете их облагораживать эти места. А не повлияет ли это на стоимость аренды за это торговое место для продавцов? Ну, не могу сказать, что не повлияет. По крайней мере, с своей стороны, мы стараемся анализировать эту составляющую тоже. И разговаривать об этом собственниками, чтобы это не повлияло. Но с другой стороны, если там привлечены все-таки значительные средства и улучшились комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей, где-то можно, наверное, и пересмотреть стоимость. Но это, опять же, должно всем быть понятно, почему это произошло, с чем это связано. И любой собственник или управляющий рынком должен увеличить тем самым покупательскую способность. Но любое вложение средств должно привести к какому-то улучшению. То есть, если ты проявил улучшение, у тебя увеличится покупательская способность. Тогда и любой хозяйственный субъект, который пришел и торгует на этом рынке, и для него увеличилась плата, он должен увидеть у себя и увеличение доходов. Поэтому это, наверное, нормальный процесс. И просто-напросто это нужно все своевременно, правильно разъяснять, доносить у всех хозяйственных субъектов. И должна быть такая достаточно кропотливая, на самом деле, работа здесь информационная. От этого никуда не деться. Такой риторический вопрос, как, в принципе, можно облагородить рынок. Хорошо, их уже закрыли, они уже не на улице, эти прилавки стоят. Внутри как? Ну, разделить их на, допустим, кабинки, да, как офисные, чтобы они там не за прилавками стояли, там, кое-где не в палатках? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну, надо, во-первых, каждая индивидуальная ситуация, да, ну, вот на рынке каждая индивидуальная надо смотреть. Вот то, что мы уже говорили, в первую очередь, парковка. Парковка, да, в первую очередь. То есть должна быть удобная, комфортная. Она может быть даже из-за платы. Но она не должна, конечно, быть какой-то там большой, заоблачной. Я был на рынках, где плата чисто символическая, там, 20-30 рублей. Ты приехал, да, ты приехал, 20-30 рублей заплатил, там, по-моему, ну, 2-3 часа, то есть вот это по времени. Ты можешь, ты спокойно можешь совершить покупки, прийти. Где-то нет никакой платы, на самом деле. То есть это вот уже их решение. Дальше. Входная группа. Есть обязательно центральный вход. Есть входы, ну, по всей территории рынка. То есть их бывает, там, не знаю, от 2 до 5. Каждая входная группа должна информировать покупателя, куда он попадает. То есть вообще, что это за территория. Потому что, ну, понятно, есть жители местные, есть не местные. Они хотели бы понять, куда они попадают, да. Что это рынок. Кто его, кто там хозяйствующий субъект является. Он должен увидеть схему рынка. Где, какие группы товаров можно приобрести. Где, какие ряды расположены. Куда, где находится администрация. С каким вопросом можно подойти. Вот. И, собственно, входная группа должна быть достойного качественного тоже уровня. Это может быть какая-то там капитальное кодстроение. Может быть, просто металлический каркас. То есть тут уже вот, скажем так, это каждый рынок по-своему решает. Для нас это очень важно. Если это даже просто металлический каркас, чтобы он просто был в достойном состоянии. Можно просто покрасить, ржавчину снять. Мы об этом тоже говорим. Иной раз приходим на рынок, а там уже кисточкой, извините, 5 лет не мазали. Ну, когда мы просим их, как бы рекомендуем эту ситуацию исправить, приезжаем, скажем, там через месяц совершенно другой вид. И сами многие хозяйствующие субъекты, когда мы об этом с ними ведем разговоры, они через, вот, когда приезжаешь к ним повторно, они говорят слова благодарности. Мы в прошлом году очень настойчиво рекомендовали одной площадке на курортной территории, земля в собственности. Площадка в очень хорошем месте находится, ну, территориально в очень хорошем месте, да. Там, по сути, нет никаких конкурентов таких вот, рыночной арабской торговли. Но не было ничего, это было просто на земле, в хаотичном порядке расставлялись палатки, вот как захотели там, по сути, хозяйствующие субъекты. Абсолютно разношерстные, опять же, палатки, с машин торговали. И никаких входных групп, никакого ограждения, ямы, выбоины. Мы встретились с хозяйшим субъектом и поговорили, ну, как же так, у вас земля в собственности, конкурентов нет. Вы планируете, собственно говоря, работать, ну, вот в этот формат, как бы поддерживать долгое время. Ну, немножко вложитесь, как бы сделайте. Сначала было определенное недопонимание, потом, когда мы уже все проговорили, значит, они предоставили план реконструкции. Когда они начали эти выполнять работы, когда они увидели изменения, ну, я услышал, слава богу, дам, что спасибо, что вы нас подтолкнули к этому. Да, у них есть еще другие там активы, да, которые тоже требуют вложения. У них есть производство, переработка, там, крупное достаточно хозяйство. Вот, и понятно, что в какой-то момент, наверное, времени они вот оттягивали, вот здесь, может быть, когда-то и не планировали, что сделать, но оттягивали. Средства вкладывали туда. Мы, наверное, их подтолкнули просто-напросто лучше эту площадку. И когда они увидели сами эти изменения, они, на самом деле, носили не какой-то большой финансовый там вливание, да, это, на самом деле, не какие-то небольшие там средства. Но просто даже администратору было сказано еще, что палаточки надо поставить ровненько. То есть вот просто линию какую-то начертить, искать хозяйственным субъектам. Вот за эту линию не заходить, чтобы людям было комфортно, чтобы они ходили спокойно, приобретали товары, не сталкивались, там, комфортные условия. И когда вот эти изменения все там наступили, мы услышали благодарность, и нам от этого как бы, ну, вот только приятно. Мы пытаемся тем самым как бы создать вот эту комфортную среду, в том числе как не только для покупателя, а для продавцов, которые там торгуют. Ну, разумеется, да. Вот, поэтому вот такая работа идет. Что касается, как вы говорите, каких-то ролетов, может, павильонов. Ролеты – это, на самом деле, такой бич рынков. Там лет 10, где-то 15 назад везде была вот такая тенденция, везде ставили эти ролеты. Сегодня они, конечно, пришли уже, скажем так, в очень такой плачевный вид. И мы в первую очередь, когда приходим на рыночную площадку, мы просим их, не сразу, понятно, там, да, но с течением там какого-то времени, может быть, два, может быть, три года на это понадобится. Главное, чтобы вы это выполнили. Обновили, может быть, ушли от этих ролетов. Ведь сейчас закрытая торговая точка обязательно должна быть онлайн-касса. То есть это вот уже требование закона. Если это открытый ряд, то можно работать без онлайн-кассы. Это вот на всех ярмарках выходного дня. Там не надо никакой онлайн-кассы. То есть просто выставляется палатка, люди торгуют. Мы за то, чтобы был правильный баланс. То есть были открытые торговые ряды, комфортные для покупок, да. Но и при необходимости были и вот такие торговые точки, где человек может зайти внутрь, что-то приобрести. А может приобрести и с улицы, если это вот ролет, там просто открывается, да, как бы, ролет. И там уже продавец находится в торговой точке, а продажу осуществляет человек на улице. То есть мы за правильный баланс, чтобы это просто было комфортно. Сказать, что в процентном отношении вот столько должно быть открытых рядов, столько ролетов, это неправильно. У каждого рынка свои особенности и прочее. Мы на сегодняшний день знаем некоторые якорные торговые площадки, где вот на наш взгляд наиболее все комфортно и правильно. Мы их стараемся поощрить, мы стараемся их тоже признать победителями, скажем так, да, что там лучшая рыночная площадка, лучшая ярмарка. Это признает сейчас Минпромторг, у нас лучший фермерский дворик в прошлом году был признан в Лобинске. Мы стараемся как бы так вот популяризировать вот эти правильные, скажем так, с точки зрения комфорта благоустроенные площадки, чтобы это видели и другие. Вот сейчас той площадке, о которой я вам говорил, мы теперь ставим в пример. Когда приезжаем и говорим, что ну надо, необходимо как бы благоустроить, это и вам в первую очередь потом плюсом будет. И мы ставим в пример и говорим, что вот можете съездить туда и посмотреть, как сегодня там изменилась ситуация, поговорить с хозяйственными субъектами, поговорить с собственником площадки рыночной. Ну все-таки насчет парковки сложное дело. Мне кажется, вы сами говорите, что такие традиционные рынки, они же расположены в центре города, как правило. Тут нужно вместе с муниципалитетом. Обязательно. Мы всегда, когда едем на рынок или на ярмарку, мы приглашаем на эту встречу обязательно заместителя главы, который курирует потребительскую сферу и торговлю. И совместно проговариваем эти моменты. Если и возникает у хозсубъекта, который занимается рынком, работает на рынке, возникают какие-то сложности, мы пытаемся уже на своем уровне эти сложности разрешить. То есть без совместного движения в этом направлении кому-либо одному будет сложно сделать. Что муниципалитету без собственника рынка, что собственника рынку без муниципалитета. Это всегда должна быть взаимная работа. Согласна. Спасибо вам огромное за беседу. Всего доброго. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»